12 марта 2000 года. Чеченская республика, поселок Новогрозненский. Известный полевой командир Салман Радуев вышел в условленное место для встречи с арабским наемником, который должен был передать ему 7 миллионов долларов. Неожиданно сопровождавший его охранник словно споткнулся и осел на землю. Железный генерал еще не успел понять, что телохранитель мертв, как почувствовал укол и провалился в беспамятство. Чайка, я 310-й, 801-й на борту, состояние удовлетворительное, нуждаются помощи. На следующий день он очнулся в Лефортовской тюрьме. Если бы мы сегодня не сказали, что вчера он был задержан и вечером был доставлен в Москву, я думаю, что личная охрана и не знала бы, где он находится в настоящее время. Спецоперация по захвату террориста номер 2 прошла в абсолютной тишине. Охрана была нейтрализована с помощью уникального бесшумного пистолета. Пистолет бесшумный, самозарядный, специальный, ВУЛ, также принимал участие в операции по захвату Салмана Радуева. Послушайте, как он звучит. А это голос знаменитого Макарова. Громогласность оружия долгое время считалась положительным качеством, оказывающим на противника устрашающее воздействие. Например, испанские конквистадоры одним ружейным залпом, извергающим пламень, гром и клубы дыма, покоряли целые народы нового света. Но в 20 веке звук неожиданно превратился из друга в смертельного врага, особенно для спецподразделений, действующих в тылу противника. Сегодня мы впервые расскажем о неизвестных страницах в истории создания бесшумного вооружения и самых секретных операциях с его применением. Бесшумное оружие В конце 20-х годов жизнь бурлила, несмотря на экономический кризис. В Берлине на международной радиовыставке широкой публике продемонстрировали новое устройство со странным названием – телевизор. А в Советском Союзе решали, как из отсталой крестьянской страны создать мощное индустриальное государство. 27 июня 1929 года Сталин подписал секретное постановление об использовании труда уголовно заключенных. Их руками должны были возводиться заводы, электростанции, прокладываться каналы и, конечно, разрабатываться оружие для Красной Армии. В 1929 году в Соловецкий лагерь особого назначения был доставлен известный конструктор Леонид Курчевский. В числе его удивительных изобретений были жидкость, моментально склеивающая проколы в шинах, глиссирующие катера и безоткатные орудия. Примечательно, что арестовали его не по политическим мотивам, а за банальную растрату казенных средств. На Соловках Курчевский стал кем-то вроде главного инженера. Здесь он создал аэроглиссер и моторную лодку для плавания во льдах, отремонтировал местную санстанцию. На свободу ему принесла разработанная им бесшумная пушка. Однако для ведения полномасштабных боевых действий в тылу только стрелкового оружия было недостаточно. Считалось, что созданная Курчевским бесшумная пушка резко повысит мощь диверсионных подразделений. Интересно, что при стрельбах из вот этой 40-мм бесшумной пушки звук был слабее, чем звук револьвера «Наган». Однако бесшумную пушку так и не приняли на вооружение. К середине 30-х годов Красная Армия крепла. Была сформулирована новая военная доктрина. Теперь она предполагала боевые действия только на территории противника. Идеолог партизанского движения маршал Якир и создатель бесшумной артиллерии Курчевский были расстреляны. А производство спецвооружения свернуто. Интересно, что в самом начале Великой Отечественной немецкое командование блестяще использовало советскую идею диверсионной войны. Действия спецподразделений «Сколово-Литовой Красной Армии» отвлекали большие силы для охраны важных объектов. Десант нередко доставлялся абсолютно бесшумно с помощью планеров. При этом диверсанты и разведчики активно применяли новое оружие. Концепция войны резко изменилась по сравнению с началом века. И бесшумное оружие стало одним из элементов, законных элементов войны. Немецкая военная разведка уже в конце 20-х годов приняла на вооружение пистолет-парабеллум с глушителем. Осенью 41-го года, когда враг находился у ворот Москвы, Сталин подписал приказ о создании спецподразделений НКВД. В срочном порядке возобновилось производство глушителей бромид. Вскоре выяснилось, что с помощью бесшумного оружия можно решать даже стратегические задачи. После провала Блицкрига Гитлер приказал перенести главный удар на Кавказское направление. Немецкий генштаб подготовил операцию Эдельвейс. Ее цель – овладеть нефтеносными районами и соединиться с турецкими частями, которые были развернуты на границе Советского Союза. Нужно ли говорить, что в случае успеха исход войны мог быть совершенно другим? 25 октября 1942 года, 1-я немецкая танковая армия неожиданно прорвала оборону и устремилась к Нальчику и Орджоникице. Советскому командованию нужно было выиграть время для организации обороны. На пути колонн бронетехники стали бойцы отрядов особого назначения НКВД. Секретно! 27 октября 1942 года. Майкоп. Командующему группой армий А генерал-фельдмаршалу Вильгельму фон Листу. В последние дни русские прибегли к новой тактике, чрезвычайно замедляющей наше продвижение. Действуя по три человека, один снайпер с бесшумной винтовкой и два автоматчика, они уничтожают разведывательные дозоры. После каждого нападения нам приходится останавливаться и вновь высылать разведку. Командующий 1-й танковой армии генерал-полковник Эвальд фон Клейс. Бесшумные винтовки помогли выиграть время, подтянуть резервы и укрепиться. 12 ноября под Орджоникидзе ударная группировка немецко-фашистских войск была разгромлена и отброшена на 50 километров. А уже в декабре противник перешел к обороне повсеместно. 9 мая 1945 года был необычайно солнечным днем. У стен разрушенного Рейхстага шел грандиозный концерт, правда артисты пока носили военную форму. На конвертах еще писали номера полевой почты, но войны уже не было. Казалось, что так будет вечно. 15 октября 1959 года в Мюнхене был застрелен Степан Бандера. По показаниям свидетелей, вскоре после того, как он вошел в подъезд, на улицу выбежал неизвестный человек. Звука выстрела никто не слышал. Практически никакого следствия не было. Всем было ясно, это дело рук советских ликвидаторов. В 41-м по личному приказу Бандеры во Львове было расстреляно более 3000 человек. Это его люди убили неуловимого советского разведчика-нелегала Николая Кузнецова и участвовали в карательных акциях СС. После войны бандеровцы еще долго терроризировали советскую Украину. Секретно. 3 ноября 1959 года. Москва. Кремль. Указ Президиума Верховного Совета СССР. За выполнение важного государственного задания в исключительно трудных условиях наградить Орденом Красного Знамени Богдана Сташинского. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ворошилов. Оружие, которым пользовались советские ликвидаторы, такие как сотрудник госпезопасности Богдан Сташинский, до сих пор остается секретным. Лишь в своем последнем интервью знаменитый оружейник Игорь Стечкин рассказал об одном из таких спецзаказов. Небольшом трехзарядном пистолете, закамуфлированном под портсигар. Собственно глушителем в нем был сам патрон. Газы запирались в гильзе при помощи специального пыжа-поршня, полностью устраняя звук и вспышку выстрела. Когда портсигар был готов, Стечкина вызвали в Министерство госбезопасности на Лубянку и предложили испытать изделие прямо в помещении. Говорит, давайте попробуем. Он достает том, какое это дело, я не знаю, значит, вот такой примерно толщины, ну как календарь годичный. Значит, поставили на стул, значит, ну вот, говорит, ты стреляешь в него, а мы в коридоре постоим. Ну, они вышли в коридор, я зарядил, сделал три выстрела в этот, слышу, они там разговаривают, курят. Значит, потом открывается дверь, ну и что, стрелить? Ну и ты когда? Я говорю, я отстрелял. Значит, они говорят, мы не слышали. Я говорю, вот дырки. 1 мая 1960 года. Рано утром жители уральской деревни Косулино услышали в небе скранный звук, напоминавший сирену, а затем мощный взрыв. Выскочив на улицу, они увидели парашютиста. Думая, что это потерпевший аварию советский летчик, они быстро подъехали к месту его приземления. Пилотом оказался американский разведчик Гарри Пауэрс. Помимо прочих шпионских атрибутов, у него изъяли пистолет необычной формы, который впоследствии стал одним из главных вещественных доказательств на суде. Советские люди, безгранично преданные своей родине, говорил генеральный прокурор СССР Руденко в обвинительной речи, задержали приземлившегося на парашюте шпиона летчика Пауэрса, изъяли у него бесшумный специально сконструированный пистолет для гнусных убийств и обезвредили шпиона. Пистолет Пауэрса вызвал огромный интерес у заместителя начальника инженерных войск генерала Виктора Харченко, которого называют отцом спецназа. К этому времени в генеральном штабе были проработаны модели вероятных конфликтов между странами Варшавского договора и НАТО на ближайшие десятилетия. Один из главных сценариев предусматривал войну на театре военных действий с применением обычного и тактического атомного вооружения. Харченко предпринял смелый шаг. Написал письмо лично Хрущеву с необычным предложением. Совершенно секретно. 20 августа 1961 года. Москва. Первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву. Небольшие группы обученных людей смогут напасть на транспорт при перевозке атомных бомб, аэродромы позирования ударной авиации, взорвать позиции ядерных ракет. Я готов продемонстрировать в любое время возможности спецназа, а в случае неудачи возьму всю ответственность на себя. Заместитель начальника инженерных войск Министерства обороны СССР генерал-лейтенант Виктор Харченко. Удивительно, что Хрущев, считавший всесильным ракетное оружие, серьезно отнесся к предложению генерала. В годы войны Никита Сергеевич возглавлял штаб партизанского движения и хорошо знал возможности диверсантов. В марте 1963 года на территории Ленинградского и Прибалтийского военных округов были проведены учения спецназа в условиях, максимально приближенных к боевым. Их результаты повергли скептиков в шок. Хотя в подразделениях охраны знали о готовящейся операции, а у часовых были боевые патроны, они ничего не смогли противопоставить нападавшим. В установленное время спецназовцы проникли на территорию абсолютно секретных ракетных частей стратегического назначения и заложили условную взрывчатку. По результатам учений конструкторам была поставлена четкая задача по созданию спецвооружения. За короткий срок конструкторы создали бесшумную модификацию пистолетов Макарова и Стечкина. Спецназ ГРУ получил бесшумный автомат Калашникова со специальным прибором бесшумной стрельбы. Однако при его создании возникли трудности. Обычная пуля, летевшая со сверхзвуковой скоростью, создавала громкий баллистический удар. Нечто подобное происходит с самолетами, когда они преодолевают звуковой барьер. Поэтому конструкторам пришлось разрабатывать специальный патрон УС с уменьшенной до звуковой скоростью пули. Правда, при этом снизилась дальность стрельбы бесшумного оружия. Бесшумной могла стать война не только на суше. В середине 60-х для уничтожения стратегических объектов на берегу и блокирования ударных кораблей противника был создан морской спецназ. Боевые пловцы в то время использовали лишь сухопутное оружие, что снижало их эффективность. По заданию главкома флота Николая Горшкова, с НИТОЧ-МАШИ началась разработка подводного пистолета и автомата. До сих пор только наши боевые пловцы обладают столь совершенными образцами оружия. При этом оно отличается чрезвычайно низким шумом. Звук под водой даже для сложнейших боевых машин, какими являются подводные лодки, был опасным спутником. 8 марта 1968 года не вышла на связь подлодка К-129 с тремя баллистическими ядерными ракетами на борту. О происшествии было немедленно доложено министру обороны Андрею Гречко и генеральному сепетаю ЦК КПСС Леониду Брежневу. По тревоге подняли более 30 кораблей и судов Тихоокеанского флота. К поиску подключились летчики морской авиации, но все усилия оказались счетными. Лодка была признана погибшей. Через год разведка получила важные сведения, проливавшие свет на исчезновение К-129. Совершенно секретно. 20 апреля 1969 года. Москва. Главнокомандующему военно-морским флотом СССР адмиралу флота Советского Союза Сергею Горшкову. 11 марта 1968 года, предположительно через трое суток после невыхода К-129 на связь, атомная подводная лодка Суортфиш ВМС США прибыла ночью на военно-морскую базу Йокосука в Японии со смятым ограждением боевой рубки. На лодке был выполнен ремонт, наложение заплат и подкраска. С рассветом АПЛ Суортфиш убыла в неизвестном направлении. Начальник разведывательного управления главного штаба ВМФ СССР контр-адмирал Юрий Иванов. До сих пор версия столкновения двух подлодок является одной из главных. Американские субмарины были значительно менее шумными, чем советские. Во время слежения они нередко приближались к ним на минимальное расстояние. Вероятно, тогда при быстрой смене курса К-129 Суортфиш не успел отвернуть. Позже американцы провели операцию «Дженнифер» по подъему лодки в надежде получить тайные коды, шифры и советские ядерные ракеты Р-13. Но секреты так и остались для Пентагона неразгаренными. В конце 60-х технические недостатки наших субмарин стали причиной жесткого разбирательства в оборонном отделе ЦК КПСС. Вскоре была проведена серьезная работа по созданию новых бесшумных АПЛ. Сегодня в той войне двух подводных лодок наша подводная лодка, я думаю, значит, вот и в скорости, и в глубине, и в шумности не уступает аналогам американцев. В начале 70-х мир стремительно менялся. Советские луноходы и американские астронавты осваивали Луну. Правительство ФРГ наконец признало послевоенные границы. Длинные волосы и плёж объединили молодежь всех стран вне зависимости от политического строя. В Москве президент США Ричард Никсон и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев подписали важнейший договор по ограничению противоракетной обороны. Началась подготовка к первому советско-американскому полету в космос по программе «Союз Аполлон». Две державы еще не стали друзьями, однако у них уже появился общий враг. В 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене члены палестинского отряда «Черный сентябрь» захватили израильских спортсменов. В результате неудачной спецоперации все заложники погибли. Волна терактов прокатилась по всему миру. Счет жертв шел уже не на десятки, а на сотни. Сотрудники правоохранительных органов оказались неподготовленными к действиям в новых условиях. Чтобы бороться с Торором, должны за Торором бороться профессионалы. Чтобы получился хороший солдат по борьбе с Торором, здесь где-то надо лет пять. 17 мая 1973 года один из пассажиров авиарейса «Москва-Чита» неожиданно вскочил и закричал, что у него бомба. Самолет захвачен и направляется в Китай. Когда он бросился к кабине пилотов, милиционер, сопровождавший рейс, выстрелил ему в спину и практически сразу прогремел мощный взрыв. Погиб 81 человек. Совершенно секретно. 29 июля 1974 года. Москва. Из приказа номер 0089 ОВ. На базе 7-го управления КГБ СССР организовать специальное подразделение для борьбы с терроризмом и экстремистскими проявлениями, связанными с захватом заложников. Присвоить новому подразделению служебный шифр «Альфа». Председатель КГБ СССР Юрий Андропов. До этого момента в СССР не существовало собственных методик подготовки специальных антитеррористических подразделений. Многие приемы и тактика рождались прямо в ходе обучения личного состава. Положение осложнялось тем, что практически все вооружение было армейским и не позволяло действовать гибко. Если взять СВД, то после выстрела поле летит, летит и летит. И куда оно улетит? У него будет не сила 5 километров. Это очень-очень много. Надо было работать в закрытых помещениях с причинением минимального вреда для заложников. Создание нового оружия поручили Климовскому снеи точного машиностроения. Его сотрудники участвовали практически во всех послевоенных разработках стрелково-пушечного оружия. От автомата Калашникова до скорострельных пушек и легкой артиллерии. Специалисты института под руководством заместителя главного инженера Анатолия Дерягина, возглавлявшего стрелковое направление, предложили целостную систему бесшумного оружия. В нее должны были войти специальные боеприпасы – пистолетные, автоматные и снайперские комплексы. И они, вот эти три комнатки, заменили 17 образцов оружия и патронов. Да, это созданных. Понимаете, это колоссальная вещь. Впервые в отечественной истории оружейного дела в одном отделе объединили конструкторов боеприпасов и оружия. В основу пистолетного комплекса они заложили принцип запирания пороховых газов в гильте, как и в бесшумном портсигаре Стечкина. Однако патрон пришлось создавать практически заново. Заказчики из КГБ торопили. Близилась Московская Олимпиада. К обеспечению безопасности после мюнхенской трагедии руководство страны подходило крайне серьезно. Работа над боеприпасом в Климовском институте шла круглосуточно. Днем сотрудники отстреливали сотни экспериментальных образцов, а вечером анализировали результаты. Вот затем мы намечали варианты, которые хотелось бы воплотить. Разрабатывали чертежи в этот же день, а утром уже, значит, передавали в цех, где нам это все с чертежей воплощали в металл. По сравнению с предыдущими СПС-патронами, СП-4 имел значительно большую энергетику. После выстрела поршень-толкатель не выступал из гильзы, что позволяло использовать его в самозарядном пистолете. Пуля необычной конической формы была полностью утоплена в патронах. По воспоминаниям очевидцев, на одном из показов министр обороны, маршал Сергей Соколов, был поражен необычным видом этого боеприпаса. Это патрон СП-4. И вот почти дословно его слова. Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, конструктор забыл положить сюда пулю. В СП-4 было применено столько новшеств и оригинальных решений, что его создателям была присуждена государственная премия. Уникальные качества специального патрона послужили основой для создания других необычных систем оружия и техники. На этих уникальных кадрах вы впервые видите испытания специнструмента. Это пиротехнический резак для сухопутных диверсантов и боевых пловцов. С помощью патрона он способен легко перекусить арматуру, разрезать решетку или проделать дыру в боновых заграждениях военного порта. Для укрепления мин к бетонным укрытиям пусковых установок и командных пунктов, а также днищем кораблей, был разработан специальный пистолетный комплекс СПК-1. Даже обычный нож конструкторы превратили в еще более грозное оружие. Нож, пожалуй, самое древнее бесшумное оружие в истории человечества. Его можно метать на небольшие расстояния или применять в рукопашном бою. Но вот у этого ножа, по внешнему виду, мало отличающегося от других, есть одно очень важное свойство. Он может стрелять, как обычный пистолет. На дистанции 30 метров пуля пробивает стальную каску на вылет. При этом, благодаря применению специального патрона СП-4, нож разведчика-стреляющий НРС-1 не утратил своей бесшумности. Однако нож разведчика был только вспомогательным оружием. Главным предстояло стать самозарядному пистолету. Его устройство также необычное. Конструкторы сделали патронник подвижным. За то время, пока он отводится назад, часть газа успевает выйти из гильзы, что облегчает ее экстракцию. То есть практически на том уровне, который был у нас общевойской пистолет, мы сделали бесшумный. И вот бесшумный пистолет, несмотря на то, что в 90-х годах начали демонстрировать, на международных выставках, в Америку возили, там показывали, никто в мире еще не воспроизвел, не сделал подобную. Это уникальный образец, который единственный в мире. Пистолет специальный самозарядный ПСС, получивший название ВУЛ и патрон СП-4, были приняты на вооружение в 1983 году. Они до сих пор используются спецподразделениями ФСБ, ГРУ и МВД. В начале 80-х в Афганистане советским войскам пришлось столкнуться с массовым партизанским движением. В этих условиях особую роль стали играть разведывательные подразделения. Они вели наблюдения, корректировали огонь авиации и артиллерии, устраивали засады. Десантники использовали приборы бесшумной и беспламенной стрельбы ПБС-1. Но в боевых условиях те оказались недостаточно удобными. Старшему лейтенанту Владимиру Найдину это едва не стоило жизни. Однажды ему с двумя солдатами была поставлена задача блокировать караванную тропу, по которой маджахеды перебрасывали оружие из Пакистана. Ночью разведчики обнаружили небольшую группу боевиков и уничтожили ее из автоматов с ПБСами. Однако оказалось, что это был всего лишь головной дозор, и огонь основного отряда обрушился на разведчиков, вооруженных спецоружием. Вот они пока скручивали эти ПБС, время прошло, пока заменили магазины на магазины с обыкновенными патронами. Пришлось мне одному где-то минут 3-4 вести огонь. Армия нуждалась в универсальном бесшумном оружии, ни в чем не уступающем обычному. С НИИ Тачмаше началась разработка снайперской винтовки «Винторез» и автомата «Вал», которым суждено было стать символом войск спецназначения и легендой в мировом стрелковом деле. Осенью 1982 года американская школьница написала генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову письмо. «Мистер советский президент», — писала она, — «меня зовут Саманта Смит, мне 10 лет. Я хотела бы знать, почему вы хотите завоевать весь мир или, по крайней мере, нашу страну». Андропов пригласил девочку в СССР, чтобы она сама убедилась, хотят ли русские войны. В те дни, когда фотографии улыбающейся Саманты в обнимку с советскими ребятами из Артека обошли весь мир, западногерманский Бундестаг принял решение о размещении на своей территории американских ядерных ракет «Першинг-2». Это было очень коварное оружие. Вывести из строя пункты государственного управления и обезоружить по существу управления, разрушить управление, они могли сделать превосходным. Руководство ГРУ по приказу генерального штаба в срочном порядке приступило к подготовке специальных групп для уничтожения «Першингов». Бойцы изучали язык, карты ФРГ с вероятными позициями ракет, запоминали пароли, шифры и адреса явок. Параллельно начался подбор спецтехники и вооружения. К этому времени в СНИИ Тачмаши работа над винторезом и валом под калибр 7,62 мм подходила к концу. Однако первые образцы не устроили разведчиков. Совершенно секретно. 20 апреля 1985 года. Москва. Начальнику главного ракетно-артиллерийского управления вооруженных сил СССР. Эксперименты по обстрелу ракетных пусковых установок на полигоне показали слабые пробивные качества патрона калибра 7,62 мм. Необходимо в срочном порядке начать разработку образцов спецвооружения под больший калибр. Начальник главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил СССР генерал армии Петр Ивашутин. Через месяц после этого доклада с НИТОЧМАШИ было проведено расширенное совещание с участием представителей Минобороны и заказчиков. Между конструкторами и представителями главного разведуправления разгорелась ожесточенная дискуссия по вопросу увеличения калибра. В конце концов начальник управления по стрелковому оружию ГРАУ генерал Скороходов, который вел совещание, вынужден был вмешаться. Он тогда остановился говорить, что рожанским всем выйти, а остаться одним военным. Судя по тому, что на обсуждение ушло более четырех часов, решение об увеличении калибра бесшумного комплекса до 9 миллиметров и военным далось нелегко. А для конструкторов это означало, что многолетнюю работу придется начинать практически заново. В середине 80-х в Советском Союзе началась мода на дипломаты. Они стали непременным атрибутом чиновников средней руки и сотрудников спецслужб. Кстати, именно в таком дипломате находился переносной командный пункт с стратегическими силами, или, как его называли, ядерный чемоданчик. Сотрудники 9-го управления КГБ, охранявшие высших руководителей государства, также попросили конструкторов на основе такого дипломата изготовить кейс для скрытой переноски бесшумной винтовки. Причем приводиться в боевое положение она должна была буквально в считанные секунды. Примерно вот так. Как правило, в течение боя снайперы делают не более 10 выстрелов, а во время антитеррористических операций и того меньше. Вы видите уникальные кадры испытания винтореза в различных условиях. Сначала из него делают несколько сот выстрелов в пыльной камере. Затем без чистки оружия помещают под дождь и вновь стреляют. При этом оружие не должно сделать ни одной задержки. Человеку, который по тылам бродит, там всякое бывает. Надо и в земле пролежать, и в воде пробыть, чтобы обеспечить свою скрытность, чтобы тебя не обнаружили. Но оружие будет всегда с тобой. В том же грязи, и в воде, и под снегом, и в пыли. И разбирать его там некогда. Середина 80-х стала самым противоречимым временем в отношении двух держав. Американцы поставляли афганским партизанам самое современное оружие, включая печально знаменитые стингеры. И одновременно искали контакты с объявившим перестройку советским лидером Михаилом Горбачевым. Символом наступающих в СССР перемен стали западные фирмы, которые теперь можно было смотреть без опаски. Мало кому известно, что применение спецподразделениями арбалетов и луков не было вымыслом кинематографистов. В Советском Союзе всерьез относились к боевым свойствам этих древнейших видов бесшумного оружия. Если для выполнения какой-то очень нужной боевой задачи нашему спецназовцу потребуется боевая рогатка с оптическим прицелом и баллистическим вычислителем, значит такая рогатка должна быть сделана, испытана. Она должна обеспечить высокую эффективность применения, надежность и дана в руки этому человеку. В отличие от подобных типов оружия, в огнестрельном добиться полной бесшумности в стрельбе невозможно. Но главная заслуга специалистов Климовского института состоит в том, что они подобрали абсолютно невнятную для человеческого уха звуковую частоту выстрела, которая не позволяет вычислить местонахождение спецназовца. В 1986 году новый образец винтореза под 9-мм специальный снайперский патрон СП-5 был готов. Испытаниями руководил будущий командир Альфы Виктор Карпухин. Он оттуда приехал, прыгал от радости, что наконец-то появился такой ствол, который может работать и на большие расстояния. И когда мы с ним поработали, первое время, первые разы, первые выстрелы, это был шок. В отличие от большинства зарубежных образцов, у винтовки винторез глушитель не является дополнительным устройством. Он охватывает ствол, являясь частью оружия. Это позволило при существенном снижении звука добиться малых габаритов. Благодаря особой конструкции возвратного механизма, даже лязгание затвора стало значительно тише. Противник может потерять от огня снайпера десятки солдат, прежде чем поймет, что происходит. Ночью в условиях противопартизанской войны одним из самых демаскирующих факторов является зажженная сигарета. Вы видите уникальный кадр. Бывший снайпер группы «Альфа» из винтореза попадает в сигарету, которая находится за 100 метров от него. В боевых условиях для ее обладателя это был бы последний момент жизни. В городских условиях эффективность, она, скажем, метров 100, ну 150. А больше не надо. А вот до 200 метров, куда скажут, куда надо, в 5 копеек, значит 5 копеек. Я имею в виду старые советские 5 копеек. Автомат «Вал» несколько тяжелее винтовки и отличается складывающимся металлическим прикладом, что делает его удобным при действиях в зданиях, подземных переходах, окопах и в лесу. При этом он унаследовал высокие характеристики точности. Не случайно в войсках его нередко называют снайперским автоматом. Для вала и винтореза был разработан специальный бронебойный патрон SP-6, способный на расстоянии 100 метров пробить стальной лист толщиной 6 миллиметров. Это позволяет не только прошить любой бронежилет, но даже выводить из строя ракетные пусковые установки, передвижные РЛС и машины управления. 11 августа 1990 года в Сухумском изоляторе временного содержания заключенные взяли в заложники трех сотрудников охраны и захватили оружейный арсенал. СИЗО превратился в хорошо вооруженную крепость. В срочном порядке из Москвы прибыли бойцы Альфы и учебного батальона спецназначения МВД, будущего ВИТИСа. Бандиты потребовали вертолет и микроавтобус. Саперы начинили машину небольшим зарядом взрывчатки, чтобы оглушить преступников, но она не сработала. И тогда в дело вступили винторезы. Плывший командир группы А, Карпухин, генерал Карпухин, он стрелял по литровому стеклу, практически, из винтореза. Он ранил водителя, который вел машину в плечо, так было и задумано, непосредственно. После этого, значит, начался школа. Через 10 минут все заложники без потерь были освобождены. А самые непримиримые уголовники уничтожены. Подавление Сухумского тюремного бунта вошло в полицейские учебники всего мира. Тогда никто не мог представить, что вскоре более сложные спецоперации станут едва ли не будничным делом. И везде бесшумные винтовки и автоматы будут надежными помощниками. Когда выезжали потом на операции, да, я в основном, лично я старался брать только винторезы с собой. И побольше патронов к нему. Потому что стреляет очень быстро. Сейчас вы видите необычные кадры подготовки антитеррористического подразделения. Обратите внимание, что все бойцы, отрабатывающие штурм здания заложниками, вооружены бесшумным оружием. Это одна из последних тактических находок сил спецназначения. Когда проводится антитеррористическая операция, проводится зачистка объекта или одновременный штурм каких-то объектов, ведется огонь бесшумным оружием 100% личного состава подразделения спецназа. И в этой ситуации, когда где-то звучит выстрел какой-то, ясно, что это стреляет противник. И в этой ситуации противник себя обнаруживает. 11 сентября 2003 года на Ближнем Востоке произошло необычное событие. Рано утром израильские подразделения совершили стремительный марш-бросок на палестинские территории. А уже к полудню в Рамале была полностью блокирована резиденция ясера Арафата. В зону спецопераций не был допущен ни один журналист. Мало кто догадывался, что израильтяне решили применить новое секретное оружие – акустическую пушку. Ее мощные звуковые волны действуют на подсознание человека, вызывая у него приступы ужаса. Теперь звук стал грозным оружием. Но бесшумность в военном деле не утратила своего значения, потому что в 21 веке все большее внимание уделяется использованию шумовой локации. Это хорошая система для засечки огневой позиции снайпера. То есть как только выстрел произведен, буквально через секунду на экране монитора появляются данные о координатах огневой позиции. Можно принимать все меры для огневого поражения. Подобными приборами планируется оснастить силы специальных операций. По мнению большинства военных экспертов, именно эти подразделения будут нести основную нагрузку в современных вооруженных конфликтах. Особенность террористической войны в ее скрытности. И сегодня российские конструкторы придают спецоружию совершенно фантастические качества. Уже созданы мини-термо- и радиолокаторы, способные обнаружить человека за укрытием. Разрабатываются прицелы нового поколения, оснащенные мини-компьютером с системой опознавания свой-чужой. В скором будущем высокотехнологичное стрелковое оружие станет ударной силой спецслужб, способной сохранить мир и покой в наших домах. Субтитры создавал DimaTorzok